Важная тема в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях депутат Законодательного собрания Республики Карелия фракции ОДПР Тимур Зарняков. Здравствуйте. Добрый день. Тимур, вас я позвал как действительно профи-специалиста. Биография ваша для наших телезрителей известна, но скажу так, ветеран силовых структур Российской Федерации. Я не буду вспоминать там все боевые ваши заслуги, но тем не менее я вас позвал как эксперта в области безопасности. На какую тему? У нас в стране появилась национальная гвардия. Вроде бы все предельно с одной стороны просто, ну появилась новая структура, но с другой стороны начинается хождение вокруг того, что стрелять они могут кого угодно, зачем угодно и когда, и так далее, и так далее. Но давайте попробуем разобраться, поскольку вы систему все знаете изнутри. На ваш взгляд, вот давайте первое, то, что в нашей стране появилась национальная гвардия. Это плюс или это, ну скажем так, ну просто структуру сделали, да и все? Ну говоря о национальной гвардии, наверное, первый вопрос, может немножечко режет слух национальная гвардия. Название само, да? Да, но я здесь думаю, что все-таки с точки зрения обывателя немного вызывает недоумение, потому что вот национальная гвардия есть в соседней Украине, где она себя, скажем так, не из самых лучших позиций здесь зарекомендовала, но с другой стороны, посмотрите историю стран практически в каждой стране есть. Да, есть Америка, Канада, там точно так, да. Ну берем, если мы там Испанию, Италию, там есть карабинеры, что-то похожее. А во Франции вообще есть легион иностранный, да, причем где наемники. Да, легионы, да, есть жандармерия. Поэтому, мне кажется, из всех названий национальная гвардия, она для нас наиболее подходящая. А ведь что такое национальная гвардия в том виде, в котором ее сейчас создали, вот в новой структуре? Речь идет о том, что объединили внутренние войска, ввели федеральное государственное управление охраны. Туда ввели службы, отвечающие за лицензирование, за разрешительную систему, которая отвечала за лицензирование частных охранных предприятий. Туда вошли авиационные подразделения МВД, и туда же вошли спецназы, это СОБРы и ОМОНы. Получаются сливки. Получаются сливки, да. Ну, с одной стороны, это так, а с другой стороны, у нас же люди говорят о том, что, посмотрите, создали огромный колосс, там, чуть ли не 400 тысяч. Достаточно посмотреть данные за 2015 год, я буквально перед передачей заглянул в интернет. Количество сотрудников внутренних войск на 2015 год было практически 200 тысяч человек. Сотрудники ГУП охрана – 100 тысяч человек. Это на всю страну мы берем. По количеству, если мы просто займемся обычной арифметикой и сложим все подразделения, то их получается более чем 500 тысяч. А мы говорим сейчас о 400 тысячных сотрудниках Национальной гвардии. То есть, очевидно, что будет сокращаться управленческий аппарат, руководящий аппарат. Но, во всяком случае, я надеюсь, что останутся только те люди, которые будут заниматься непосредственно своей работой. И здесь еще нужно говорить о том, что все-таки многие годы структура внутренних войск существовала в стране. И вот меня, например, само по себе название немножечко такое было не совсем понятно, не совсем корректно. Внутренние войска. Есть войска, которые должны отвечать за безопасность нашей страны, охранять рубежи нашей Родины. А тут вроде как внутренние войска. Для чего? Против своей страны воевать. То есть, ну, возникал вопрос. Ну, вопрос, да, конечно. Тем более, все-таки нужно сказать о том, что Национальная гвардия, если мы говорим о СОБРах, об ОМОНах, о этих подразделениях, то все-таки Министерство внутренних дел, а это внутренние войска, они стояли в лоне в Министерстве внутренних дел, МВД, все-таки это следственные органы, оперативные органы. Это люди, те, которые занимаются на земле расследованием и так далее. Но не войска, получается. Но не войска, да. Поэтому содержать в такой силовой структуре, как Министерство внутренних дел, свои войска, ну, мне казалось, это немножечко неправильно, с моей точки зрения. Поэтому, когда мы отделяем одно от другого и делаем мощное военизированное подразделение, обладающее своими специальными подразделениями, обладающее легкой авиацией. Ну, армия, получается, в полном смысле, да. Ну, еще раз повторюсь, армия должна заниматься обороноспособностью нашей страны и охранять рубежи, внешние рубежи, а национальная гвардия будет заниматься тем, чтобы поддерживать конституционный порядок у себя внутри страны. Хорошо. Хорошо. Параллельно у нас происходит вообще такое ощущение реформирования силовых структур в нашей стране. Вот у нас же, опять же, миграционная служба, да, произведение, ФСКН. Вот это как понимать тоже? И тут же появляется национальная гвардия. А вот еще раз скажу, повторюсь, что история, она всегда была, она идет такой, имеет замкнутую цикличность, идет по кругу. Когда я служил в начале 2000-х годов, Федеральная миграционная служба была структурным подразделением МВД, это была паспортно-визовая служба. Мои коллеги носили погоны, и я скажу, и сейчас там более половины носят погоны. Мы вместе отмечали День милиции, поздравляли их. Вот в структуре паспортно-визовой службы МВД вся эта работа велась. Мы в стране все-таки много экспериментировали, тут надо отдать должное. Хорошо или плохо, но это уже как бы факт свершившийся. Да, появлялись новые службы, новые аппараты, штаты где-то раздувались. То же самое происходило с ФСКН. Ведь если мы сейчас посмотрим работу, то и Федеральная служба безопасности, она занимается в части, касающейся борьбой с наркотрафикой. А у нас все структуры этим занимаются параллельно. Просто, может быть, там выхватывался какой-то отдельный кусок. Потом в системе МВД никогда не прекращалась эта работа. Полиция всегда? Всегда, естественно. И тут получается, что все ведомства занимались и дублировали друг друга, и при этом, что такое целое министерство? Ну, это, соответственно, министр, замы, аппараты и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас говорится о сокращении штата численности. Ведь в структуре остаются те, кто работал на земле. Я почитал все ссылки, включительно до полковников. Те, кто работал и хотят продолжить работу в Министерстве внутренних дел, они все останутся. Понятно, что управленческий аппарат будет немножечко сокращен. Мы говорим про миграционную службу. Там, по-моему, сокращение коснуться около 30% сотрудников. То есть, учитывая, что ситуация в стране с бюджетом в целом достаточно непростая, это сокращение, мне кажется, оно только лишь позволит в полной мере тем, кто останется работать, скажем так, дать возможность плодотворно трудиться и работать. Главное, чтобы не получилось так. Делал человек один объем работы, а в итоге в связи с сокращением он увеличивается, допустим, ровно вдвое, а зарплата остается той же. Я не думаю, что это произойдет. Ну, я так, опять же, теоретически-то можно рассуждать. Но посмотрим, чем это закончится. Потому что я от вас понимаю, что идея здравая. Идея здравая. И дело в том, что она давно созревшая. И еще год назад пытались внести изменения, как раз что касается ФСКН, по миграционной службе были вопросы, которые возникали. Потому что каждый рейд, который проводила федеральная миграционная служба, так как у нее не было своего силового аппарата, они подключали сотрудников Министерства внутренних дел. Полиция всегда. И совместно все эти мероприятия проводили. Возникает вопрос, есть ли смысл каждый раз кого-то подключать, подтягивать, с кем-то договариваться, когда можно находиться в одной структуре, на уровне главков. Главка, которая будет заниматься миграцией, главка, которая будет заниматься борьбой с наркотиками. И все это, скажем так, просто вернется на круги своя. Так было в начале 2000-х годов. И, в общем-то, история показала, что спустя 15 лет мы, в принципе, пришли к тому, с чего и начинали. Цикличность, как говорится. Хорошо. Ну и в завершении будут применять без предупреждения оружие. Да, это тоже. Мы уже это, конечно, неоднократно слышали про всех наших представителей силовых структур. Но вот тут конкретно. Ну, я буквально там кратко хотел пояснить. Ведь, когда я находился на службе, мы руководствовались законом и милицией. И, по-моему, если мне память не изменяет, статья 15-я, она регламентировала правила применения оружия. В то время вообще было такое понятие, как применение оружия и как использование оружия. Применение оружия – это когда оружие применялось по назначению непосредственно по объекту. Использование оружия – это любой вид использования. Ну, не знаю, предупредительный выстрел в воздух, остановка транспортного средства, прострелить колеса. Тогда это называлось использование. В новом законе о полиции такого понятия нет. Теперь все называется применением. Что касается вот этих громких заголовков о том, что вот год назад я читал. Вот сотрудникам ФСБ разрешили стрелять без предупреждения. Сотрудникам Национальной гвардии сейчас пишется – разрешили стрелять без предупреждения. Всегда разрешали стрелять без предупреждения в тех случаях, когда предупреждение, оно было равносильно и промедление – это равносильно смерти. Потому что когда происходит огневой контакт, когда вооруженная группа, напавшая на инкассаторов, открывает огонь. Ну, как вы себе представляете ситуацию, что инкассаторы сначала предупредили. С точки зрения закона, да, конечно. Извините, мы сейчас вас предупреждаем, вы пока постреляете. Пока мы вас предупреждаем, все убиты. С другой стороны, говорить о том, что оружие может применяться неправомерно, понятно, случаи такие бывают. Каждый случай, поверьте, и в мою бытность любое применение оружия мы сразу же ставили в известность в управлении внутренних дел, в том месте, где мы применяли оружие. Если были пострадавшие, там все четко прописано, по статейно, по пунктам. Есть раненый, незамедлительно оказывается ему помощь врачебная, он доставляется в медучреждение. Если ты открываешь огонь, ты должен минимизировать свой ущерб от открытия огня. То есть все прописано. И не нужно думать, что вдруг кто-то там выхватит пистолет и начнет палить в разные стороны. Наверное, бывают исключения, но, как правило, этих людей не держат. Ну и в завершении, если мы уже говорим о применении оружия, то тут можно посмотреть аналогичную статистику в западных странах. Включите телевизор, и все будет ясно. Да, 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 в Соединенных Штатах Америки. Там ребенок в песочнице с пистолетом повернулся в сторону полицейскому, по нему открыли огонь. Ну, абсурд с одной стороны, с другой стороны мы просто понимаем, насколько там это совершенно по-другому происходит. Поэтому бояться того, что Национальная гвардия, получив оружие, тут же начнет его применять без предупреждения, я думаю, это просто кто-то, наверное, хотел бы сейчас этой ситуацией воспользоваться. Ну, в общем, как обычно, из мухи... Сделать слона, да. Сделать слона. Ну что ж, на этом сегодня я предлагаю закончить. Время действительно уже подошло к концу. Я напоминаю нашим телезрителям, у меня в гостях был депутат Законодательного собрания Республики Карелия фракции ЛДПР Тимур Зарняков. Вы смотрели «Важную тему». До встречи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова